Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеши. А и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Подростки получили свои первые паспорта, а все желающие подпели камерному хору. В Сочи отметили День России. В Сочи прошла открытая тренировка сборной Бразилии. Те, кто на нее попал, радовались на поле, остальным не мешали даже дорожные краны. В Сочи открылся городской пресс-центр. Его посетят 9 тысяч журналистов со всего мира. Кинотавр назвал победителя. И, по словам конкурсантов, это событие войдет в историю и задаст планку для юбилейного кинофестиваля. Парад дружбы народов, спортивные соревнования и выступления звезд эстрады. В Краснодаре с размахом отметили один из самых молодых праздников в стране – День России. Его учредили 26 лет назад. Главным местом торжеств в краевой столице стала Пушкинская площадь. Сюда пришли тысячи жителей и гостей города. Всем желающим раздавали ленточки в цвет триколора. Улыбки и хорошее настроение стали главными атрибутами праздника. С днем России всех собравшихся на площади поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. Глава региона отметил, что этот праздник особенный. Он подчеркивает дух и единство всей России. Отечество начинается с малой родины. И нам всем повезло, что мы все вместе живем в одном из самых красивейших, богатейших и стабильнейших регионов страны в нашем крае. И Кубань, она была, есть и будет главной жительцей страны. И достойно наших предков мы сегодня умеем работать, добиваться результатов и защищать свою землю. Будущее Кубани и будущее России пишите именно вы своим трудом, что сегодня стоите на этой площади. Ведь по большому счету великая Россия это и есть мы с вами. Это народ, который в ней живет. И только нам определять, какой будет завтра великая страна. Главным являются наши люди. Развитие нашей страны возможно, если каждый из нас внесет свой вклад. Развитие нашей страны зависит от нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей любимой родины. День России стал особенным праздником для юных жителей Кубани. Мальчишки и девчонки, которым исполнилось 14 лет, из рук губернатора получили свои первые паспорта. Награды Вениамин Кондратьев вручил и выдающимся жителям региона. Среди них медики, строители, руководители предприятий и деятели искусства. Высшую награду, звание Герой труда, получили пятеро человек. Еще восемь получили медали за выдающийся вклад в развитие Кубани. Двенадцати жителям края вручили благодарственные письма президента страны. Во многом, именно благодаря таким людям Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся регионов России, отметил Вениамин Кондратьев. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Торжественные мероприятия, посвященные Дню России, прошли и в Сочи. На площади флага подростки получили свои первые паспорта, а все желающие смогли подпеть к камерному хору. Получить паспорт на главной площади под аплодисменты горожан. Такой честью удостоились 10 юношей и девушек. Накануне праздника им исполнилось 14 лет. Поэтому выдачу главного документа решили традиционно сделать торжественной. Молодых граждан России поздравили представители городских властей. Будущее России – это и есть наша молодежь. Именно вам, дорогие ребята, предстоит вести нашу страну, наш город к возрождению и процветанию. Мы, наши семьи, наши дома, наши дети – это и есть Россия. С праздником, дорогие! Мира, добра и счастья нашей родине! Процветания! С праздником! Несмотря на жару, на площади собралось много людей, жителей и гостей курорта. У каждого свое понимание этого праздника. Но суть одна – единение не только в военное, но и в мирное время. Независимость, сплоченность, чтобы все люди были дружбы, чтобы мы дружили друг к другу, уважали, почитали и кричали всегда «Ура!». Главный праздник нашей – Новая Россия, День России. Безусловно, каждый россиянин, гражданин России должен душой и сердцем стремиться на площадь, на площадь флага. С Днем России! Для собравшихся на площади выступил Краснодарский государственный камерный хор. Под руководством народного артиста России Вячеслава Яковлева он исполнил песни о родине, любви и дружбе. Строки «Уздомленного солнца», «Весеннего марша», «Мы пойдем с конем», подпевали все. В Сочи находятся уже две сборные команды по футболу – Бразилия и Польша. Сегодня открытую тренировку на полях «Спутник спорт» провели польские футболисты. А наша съемочная группа наблюдала, как тренируются бразильцы. Они прилетели в Сочи в ночь с 10 на 11 июня и уже выложили в соцсети свои фото на фоне Черного моря. Расскажет Елена Асетцина. Вот так болельщики сборной Бразилии встречают на стадионе сочинцев. А на открытую тренировку пришло около 5000 человек. Среди них воспитанники четырех футбольных школ. Я очень ждал эту тренировку. Нам все раз сообщили, что мы не пойдем, а потом вечером сообщили, что мы пойдем. Я очень был рад. Ну, во-первых, хотелось бы увидеть игроков, которых только до этого видел только по телевизору. Очень интересно. Здесь автограф попросить сфотографироваться, посмотреть вообще на их игру. Те же, кто не получил билеты, буквально прилипли к дорожным защитным экранам. И оттуда страсты искали глазами своего кумира, нападающего Неймара, которого еще называют избранным. Не обошлось без инцидентов. В один момент на поле выскочил подросток. Он подбежал к футболисту Филиппе Коутингио и попытался сделать с ним селфи. Но парня быстро проводили обратно на трибуны сотрудники охраны. Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу вызывает повышенный интерес, ведь она пятикратный чемпион и всегда в числе фаворитов. В соцсетях пишут, бразильцы приехали в Россию исключительно за золотом, но какая же команда не желает оглушительного успеха. Команда, представляющая Бразилию на международных соревнованиях по футболу, будет жить в пятизвездочном отеле Камилия, а тренироваться рядом в пяти минутах ходьбы от отеля на поле центра Югспорт. К приезду бразильцев его специально подготовили. Натуральный газон площадью 8 тысяч квадратных метров оснащен автоматическим поливом, современной системой дейнажа. Заменили почти 1700 зрительских кресел, отремонтировали трибуны, установили новое освещение и пункты пропуска. На берегу Черного моря должны были жить вчерашние соперники, бразильские футболисты в Австрии, но счет 3-0 определил, кто все же футбольные короли. Поддержать своих земляков в Сочи приехали сотни болельщиков. Мне Сочи понравился. Город очень чистый, красивый, очень дружелюбный. У меня здесь уже много друзей. На стадионе среди зрителей можно было наблюдать и олимпийских чемпионов. Один из них – Тимур Сафин, российский фехтовальщик на рапирах. У нас здесь проходит тренировочный сбор перед чемпионатами Европы. И так вышло, что совпало с тренировкой сборной Бразилии. И вот мы здесь находимся, смотрим, как ребята тренируются, готовятся тоже к чемпионату мира. В сборной Бразилии единственная команда, которая участвовала во всех чемпионатах мира. В рейтинге FIFA она занимает второе место. Бразильские футболисты всегда показывают футбол высочайшего класса. В шутку про ней говорят, что они рождаются футболистами. Футбол у бразильцев в крови. Но наши российские болельщики, посетившие тренировку, не забывают про своих. Ну, вообще, болею за Россию, конечно. Футбол интересен, но такое мировое событие в городе, поэтому интересно посмотреть. Погода для бразильцев в Сочи идеальная, почти как у них на родине. Групповой этап турнира сборной Бразилии на счет матчем с командой Швейцарии 17 июня в Ростове. В Сочи они играть не будут. У нас на стадионе Фиш сыграют сборные Португалии и Испании 15 июня, 18 июня Бельгии и Панамы, 23 июня Германии и Швеции, 26 июня Австралии и Перу. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. О пользе чемпионата мира по футболу для Сочи говорили сегодня в городском пресс-центре. В торжественном открытии дома для журналистов на ближайший месяц приняли участие губернатор Краснодарского края и глава города. Насколько готов пресс-центр, в котором целый месяц будут работать тысячи журналистов, губернатор оценил уже на стойке регистрации. Искренние улыбки принимающей стороны. А это значит, что в кубанском гостеприимстве в очередной раз убедится весь мир. Осмотрел Вениамин Кондратьев и рабочую зону Акулпера. А судя по количеству заявок на аккредитацию, здесь может побывать до 9 тысяч человек. В помощь прессе и компьютеры, и, разумеется, интернет, чтобы свежие новости в режиме онлайн разлетались по разным странам. Здесь же глава Краснодарского края на первом пресс-брифинге рассказал журналистам о полной готовности региона к Мундиалю. На 100% готовы, я еще раз подчеркиваю, у нас даже нет ни доли сомнения, что чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне. А условия для того, чтобы он прошел на высочайшем уровне, я уверен, мы уже создали. И потом тоже большие спортивные события, на которые Сочи, я в это верю, как губернатор, потому что мне хочется, чтобы Сочи продолжал жить спортивной мировой жизнью. Поэтому нам это очень нужно и пригодится в дальнейшем. Что именно изменится в Сочи в связи с проведением чемпионата мира по футболу, в новом пресс-центре журналистам рассказал глава города. Анатолий Пахомов отметил, что помимо подготовки обширной культурной программы строительства фан-зоны, для тех, кто не попадет на стадион, на курорте разработана транспортная логистика, которая должна исключить заторы на дорогах. А для участников футбольного праздника открыты новые так называемые спортивные маршруты. Разработан удобный механизм транспортного обеспечения болельщиков и гостей города. Работают пять маршрутов спортивных соревнований. В дни матча по линии ежедневно будут находиться, на линии, которые будут возить болельщиков, будет находиться 250 автобусов с возможностью безналичной оплаты за проезд. Ну и также в период проведения чемпионата в Сочи увеличено количество электропоездов, ну ласточки наши. В дни матча их будет 70 пар. Это ровно столько, сколько было у нас во время Олимпийских игр. В самом же пресс-центре для журналистов планируется провести 88 пресс-конференций с самыми разными спикерами. Спортсменами, представителями городской власти и российского правительства. Аккредитация в городский пресс-центр дает возможность как бесплатного проезда в городах-организаторах, так и, собственно говоря, независимо от того, где. Так и все те полезные, интересные, вкусные бонусы, которые город Сочи мы приготовили, начиная с презентаций здесь кубанской кухни, продуктов Кубани, которые будут в течение всего периода экскурсий и так далее. Все это городской пресс-центр. Велкам. Станет ли сборная страны чемпионом? Ответить на этот вопрос не решаются даже самые ярые болельщики. А вот что Сочи точно останется в выигрыше, ясно уже сейчас. Как и любое другое событие мирового масштаба, чемпионат мира по футболу – это гарантированная реклама курорту по всему миру. Новые туристы. Наследием станут и три футбольных поля. А еще после Мундиаля у стадиона Фишт наконец появится хозяин – городская сборная по футболу в Сочи. Галина Моисеева, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Впереди еще одно футбольное открытие. 14 июня на Южном Малу стартует фестиваль болельщиков. Начало мероприятий с 14 часов в 15.00 – концерт легендарного кубанского казачьего хора. В 18 часов – трансляция матча-открытия «Россия-Саудовская Аравия» со стадиона «Лужники». В 20 часов на сцене выступит диджей Бенни Бенаси. Вход свободный. Площадка фан-феста будет открыта каждый день в течение Мундиаля. Сочи же принимает первых гостей чемпионата. Глава города Анатолий Пахомов требует от своих подчиненных, чтобы система жизнеобеспечения города работала в максимальном режиме. Об этом он говорил сегодня на планерном совещании. У Сочи двойная нагрузка. И гости курорта, и гости чемпионата мира по футболу. Но жилищно-коммунальные и дорожные службы не должны подвести, отметил глава города. Сочи не раз, уже встречавший гостей из-за рубежа, справляется даже в очень сложных ситуациях. Особое внимание к зонам гостеприимства. Разработана схема дислокации контейнеров на площадках и оптимизирована работа по вывозу твердых коммунальных отходов. На контейнерные площадки мусоровозы приезжают два раза днем и два раза ночью. А где есть такая необходимость, мусор вывозят и восемь раз в сутки. В Адлере 220 контейнеров заменили на новые. Большое внимание к муниципальным дорогам. Речь идет в частности о санитарной уборке, покосе травы и поливе зеленых насаждений. Кроме того, вдоль трасс восстановлена декоративная подсветка, где необходимо обновлена дорожная разметка. Власти Сочи просят жителей и гостей курорта в дни проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу воздержаться от поезда к наличным транспорте и воспользоваться услугами общественного. Он будет переведен на усиленный режим работы. Также администрация Сочи рекомендует руководителям организации всех форм собственности объявить выходными дни проведения матчей. 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля. Это позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Речь на планерном совещании шла и о пляжных территориях. Они все взяты в аренду и к их арендаторам жесткие требования. С теми, кто не выполнил обязательства и не подготовил береговую полосу к купальному сезону, договор аренды расторгнут досрочно через суд. В Сочи на трассе сгорела иномарка. Это произошло сегодня около 11 часов дня на улице Транспортной. По предварителям данных, машина марки «Субару» загорелась во время движения. Причиной стало короткое замыкание проводки. По словам очевидцев, автомобиль сгорел дотлаз за несколько минут. При пожаре никто не пострадал, водитель успел покинуть салон. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. К другим новостям. 29-й кинотавр завершился. По словам конкурсантов, гостей, организаторов, это событие войдет в историю кинофестиваля. Сильнейшие команды, талантливые режиссеры и неповторимые актеры. Обо всем этом говорят работы, которые претендовали на главный приз кинотавра. Имена победителей стали известны на торжественном закрытии фестиваля. Первые зрители стали занимать самые удобные места задолго до появления звезд российского кинематографа на красной дорожке. И это не только сочинцы. Отдыхающие решили взять от отпуска максимум впечатлений. Интересно. Конечно, интересно. Если уже приехали в Сочи, надо посмотреть все. И кинотавр, а то, что там в море, что там каждый день одно и то же. Мы завтра последний день отдыхаем, уезжаем. Вот пансионат Бургас. И вот сегодня попали. Такая радость. Мы вообще счастливы. В частности, мы очень хотели посмотреть на режиссера Федора Бондарчука. А также вот я лично хочу посмотреть на дебют режиссерский, ну на режиссерский дебют Козловского. На счастье зрителей долгожданные звезды активно фотографировались с поклонниками и сыпали автографами. На закрытии 29-го кинотавра, как и полагается, снова самые яркие наряды и образы в целом. И речь идет не только о девушках. Павел Деревянко и Владимир Яглович затеяли драку прямо на ковровой дорожке. Правда, это оказалось лишь частью промокомпании нового фильма Мариса Вайсберга, где оба актера сыграли стриптизеров. В преддверии выхода нашей картины «Ночная смена», которая стартует с 21 июня во всех кинотеатрах страны. Поэтому, собственно, дабы показать и намекнуть, про что будет хорошее, доброе кино, а это хорошая комедия, мы вот решили прийти сегодня в таких интересных стильных смокингах. Благоподобным актерским задумкам благоволит сочинское лето. Впрочем, о любви к курорту, как и к столице кинотавра, говорят все гости кинофестиваля. Многие даже не допускают мысли о переносе конкурса в какую-либо другую точку страны. Другой город? Нет. Мне кажется, не надо рассматривать другой город. Лучше Сочи для кинофестиваля. Трудо представить, мне кажется, его просто нет. Эта любовь взаимно сочинцы ждут и готовятся к каждому кинотавру. Глава курорта и в этот раз лично приветствовал гостей там, где им всегда будут рады. Всегда их будем любить и в последующий уже юбилейный 30-й мы более качественно подготовимся. И зимний будем заблаговременно ремонтировать, и кресло поменяем, и кондиционирование новое сделаем. Поэтому готовимся уже к 30-му кинотавру. В этом году за Гран-пекин и фестивали в основном конкурсе боролись 12 картин. Всего же за минувшие 9 дней в рамках кинотавра состоялось 52 премьеры. Именно они в ближайший год станут главными кинематографическими событиями. Социальная драма «Временные трудности», комедия Александра Гордона «Дядя Саша», фантасмагория «Русский бес», картины Анны Матисон «Заповедник» Сергеем Безруком в главной роли. История взаимоотношений взрослых отца и сына Ван Гоги с Алексеем Серебряковым. Коллеги по цеху борются за своих фаворитов, но понимают, конкурс есть конкурс, и победить всем сразу не удастся. Все равно это старт и помощь авторскому кино, и поэтому оно может быть разное, но может быть получится, может не получится, потому что оно развивается, это очень важно. Организаторы же уверяют, Кинотавр – это площадка не только для именитых режиссеров, но и для талантливой смены. И новички пробуют свои силы еще на этапах отбора. Но до самого фестиваля доходят единицы. Мы считаем, что у нас 102 полнометражных картины на отборе были. 102. Это, поверьте, далеко за пределами режиссеров Кинотавра. И у нас среди режиссеров Кинотавра всегда появляются те, кто никогда не принимал участие. В этом году Расходников был, я уже не говорю про дебютантов. У нас очень много режиссеров, которые появляются впервые. Но просто мы не берем фильмы, лишенные авторского интонации. За 29 лет Кинотавр вырос на один день, один конкурс и одно жюри. Эксперты заключают, что количественные изменения благоприятно сказались и на качестве событий. Правда, теперь все чаще возникают трудности с аквилитацией. На пресс-конференции один из журналистов закатил скандал организаторам. Не успел вовремя подать заявку и попадать на просмотры пришлось окольными путями. Это журналисты опоздали. Я прошу прощения. Мы обсуждали в Москве, тогда вы дежурили у меня в офисе. Я прошу прощения, я нигде не дежурил. Кинотеатр вполне вмещает. Я ходил туда нелегальным образом два раза и все фильмы посмотрел. Вот вы ответили на свой вопрос. Я просто... мне непонятно. Вы либо дайте мне легальную аккредитацию, либо нахер меня уведите с ментами отсюда. Несмотря на все трудности, 29-й Кинотавр состоялся. Приз в конкурсе «Короткий метр» получил Игорь Поплаухин за картину «Календарь». В программе дебютных фильмов оказалось сразу две ленты «Глубокие реки» Владимира Битокова и «Кислота» Александра Горчилина. В основном конкурсе семь номинаций и специальный диплом. Главный приз за лучший фильм получил фильм «Сердце мира» Наталья Мещениновой. Фильм «Закрытие» стала острая картиной дела Собчака. Сильнейшие работы задали ритм подготовки к следующему юбилейному 30-му кинофестивалю. Елена Всецина, телекомпания «ФКТ». И в завершение информации от партнера программы. Санаторий «Черноморье» приглашает в лечебно-диагностический санаторно-здоровительные центры. К вашим услугам крытые открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...